Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и мы продолжаем. Я разобрался, что тут делать дальше, и сейчас всё это пройду снова. Так, потому что я вначале прохожу для себя, чтобы понять и не тупить, а потом уже прохожу для записи. Так, биолокатор, поехали, водная эмблема. Оказывается, я тут кое-что пропустил. Тут оказывается, когда мы, да, я там взял, по-моему, ключ, если я не ошибаюсь, в этой шняке, на подушке, да. А, он исчез, ну, неважно. Короче говоря, подушку-то можно, оказывается, отодвинуть, и за ней будет вот эта замечательная шняга. Магнитное поле планеты. Прибор, который меняет магнитное поле планеты. Это могла быть моя идея. Могла быть, но, как и большинство диванных теоретиков, у тебя всё только в планах, в голове. Даже если бы это была твоя идея, ты бы её не реализовал. Не реализовал. Не реализовал. Вот. Пошли на платформу оператора. Теперь становится совершенно очевидно, да, что не зря для нас во всех этих диалогах голубей связывали с магнитным полем, поэтому мы ставим эту хрень сюда, и дальше идёт загадка. Голуби ориентируются по магнитному полю планеты, так ведь? Посмотрим, что будет, если я с ним позабавлюсь. Обожаю играть в бога. И тут идёт загадка. Нужно крутить вот так вот все эти кнопочки, чтобы чего-то достичь. Я сделал очень просто. Я нажал пропустить, и вуаля! Необходимый нам результат уже готов. Вдруг поможет что-то там. Короче, я не стал заморачиваться, я такие загадки, откровенно говоря, не люблю. Вот это, я считаю, большой, большой минус гениальной игры Машинариум в том, что там таких загадок просто жопой жуй. Их было дохерища. Так, хорошо, я это сделал. Теперь мы можем... Что, во-первых? Мы можем, во-первых, позакрывать эти дверцы, потому что, когда мы закрываем дверцы, посылка гораздо быстрее доходит до вот этого железного мудака. Подойти к нему и сказать, значит, дай-ка мне посылку. У меня есть подарочный купон из магазина Тони. Подарочный купон и опознанный. Одна что-то... Блин, сообщите... Я не могу его читать, серьезно. Это проблема. Потому что такой шрифт, он сливается с фоном, блин. Что, в смысле, куда слать? Он не знает, куда слать. Короче, все. Сейчас идет посылка, она придет относительно быстро, потому что нам не показывают, как котята там все вылизывают. Проверяет посылку. Ошибка, ошибка, посылка неправильная, не подходит по размерам. И он ее, вот, пожалуйста, упаковывает в эту хрень, как можно больше. То есть я был прав. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, да. Я был прав в том смысле, как я настроил котят. Так, куда-то отправляется. Да-да. Но с голубями мы уже подшаманили. То есть голуби, голубь уже там летит не в ту сторону или что-то в том роде. Поэтому сейчас произойдет замечательная сценка. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Причем голубь, видимо, насмерть разбился. Я не знаю, потому что он упал, а его нет. Даже трупа не осталось. Он как-то растворился. Ну, правильно. Игра-то такая некровавая, поэтому... Чпок. Чпоньк, ха-ха-ха. Такой многословный робот. Чпок, чпок, чпок. О, да, чпок, детка. О, да. Ошибка, ошибка. Ошибка, ошибка. Робо-стояк, да, такой? Чпок, чпок. О, да. В чем дело? Может оставить тебя одного, да? Погонять лысого, да. В Хитмана поиграть. Как скажешь. Все, уходим. Наш усатый извращенец остается наедине с самим собой. Ну вот, теперь он точно выпустил пар. Они еще... Этого следа... Они еще специально вот такие подают субтитры, чтобы они как можно больше намекали. Намекали на все это дело. Так. Если показалось странным, куда я сейчас посмотрел, у меня было такое ощущение, что там какой-то звук был в комнате. Но звука, наверное, не было. Так, робот у нас отвлечен. Звук может был, но это я. Короче, паранойк, шизофреник, мне все кажется. Ящик с запасными котятами. Берем. На сейчас. И на черный день. На черный день. Это на какой день? Это если ты будешь в рабстве негром, тебя возьмут, ты подойдешь. Цвет кожи немножко сменить и все. Так. Кто-то продрявил лист бумаги и написал на нем цифры. Почт... Почтобот, наверное. Что-что? Еще раз. И правда жутко скучал. Да, берем бумагу. Ну берем, давай, бери бумагу. Отлично. И вот тут загадка. В принципе, мне в комментариях подсказали код к сейфу, но я сам. Я и сам практически сразу догадался. То есть, я когда эту бумажку взял, мне почему-то вот прям сразу непреодолимо захотелось ее вот сюда вот поместить. И дальше становится все достаточно легко и понятно. То есть, первая цифра, третья цифра, потом вторая цифра и третья цифра. Итога получается 33... Нет, 36, 49, да. 36, 40... Блин, зараза. Иди, открывай. 36, 49. Кстати, ну, прикольная загадка. Я даже не знаю, почему... Почему мне прям сразу вот... Я когда проходил, мне прям сразу в голову пришло на... На эти ящички... Сейфики ее. Ага, Руфу скруче всех. Скоро он будет в хранилище. Вот он в коридоре. Вот он, ушит ногу. Ой, ой, да что там, сраный бег с препятствием, что ли? Что-то пройти не можешь? Ай, хорошо. Пьющая птичка. Берем. Пригодится. Теперь нам что нужно? А-а-а, еще не все, еще не все. Сейчас, 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 сейчас. Во-первых, надо микрофон установить на эту хрень. Давай. Не хватает только наушников. Теперь нам не хватает наушников. Почему? Потому что мы их не раздобыли у того чувака. Идем ко входу в мэрию. И сейчас ему будет совсем весело. Он, он, ему там уже, наверху, вот там мудаку с наушником, ему уже приходится слушать, как попугай рассказывает, какой я негодяй, Руфус. Руфус то, Руфус это. Сейчас мы ему устроим. Берем запасного котенка и кладем на телеграф. Спорим в его сообщениях куда больше смысла, чем в сообщениях лотека. Оператор скажет мне спасибо. Так, отлично, один у нас уже работает. Ну и тут легко. Пьющая птичка, оно очевидно прям куда ставится. Следующий, пожалуйста. Следующий. Потрясающе. Вот дурдом, а. Какие же дебилы тут работают. Я просто... Это зараза, блин. Этот двуполый транссексуал, он будет орать тут, я не знаю, 16 часов напролет. Если вот так вот стоять, он так и будет орать. У человека с голосовыми связками вообще никаких проблем нет. Ему реально надо во перепеть. Итак, идем и смотрим. Азвука и морзи ему там нащелкивают. Арут следующий, и еще и попугай. Просто обалдеть. Давай еще голубей... Давай еще накрошим на него, и пусть голуби на него насрут. Это будет просто комбо. Ну хорошо, берем наушники. Тебе что-то можно сказать, нет? У него нервы на пределе. Ну я бы на его месте уволился прямо сейчас. Так, хорошо, все. В принципе, что у нас? У нас есть наушники, и мы можем идти наверх в хранилище, ставить их. И начинать нашу связь. Давай. Приступим. Готово. Погнали, радиопередача. Алло, кто-нибудь? Алло, Клитус? Что, блин? Угроза мусорного выползня. Клитус, ладно тебе. Твоя любовь, самый чудесный дар. Клитус, Клитус. Дамбадам. Руфус, самый ценный дар. Что за? А, я должен подпевать ему на. Его зовут Руфус. Руфус. Руфус, его зовут. Я ищу свою невесту всем жителям Депони. Эй, погоди-ка. Зовут Клитус. Я ищу свою невесту. Она, возможно... Клитус? Клитус, это ты? Это Руфус. Ты меня слышишь? Алло, Руфус? Ты на Депоне? Эй, я нашел твою невесту. Ты уверен? Я точно уверен. Высокая, длинные волосы. Имплантант в башке упала с органонского крейсера. Спрашивала тебе, поверена твоя невеста. А какова твоя цена? Сначала мне нужны ответы. Какие ответы? Ответы. Смотря что ты хочешь узнать. Размер вашего Клитуса, будьте добры. Ты правда с Элизиумом? Конечно, правда. Но я не понимаю, какая тебе разница, откуда я. Как оно там, на Элизиуме? Ну, там не так много грязи и бестолочей, как тут. И люди куда меньше раздражают. Гениально. Похоже, это идеальное место для меня. И после этого там будет явно не так нераздражительно. И станет гораздо грязнее, наверное. И грязнее, и раздражительнее, когда наш очаровательный главный герой с вот этой хренью на башке туда попадет. Что твоя невеста делала на борту органонского крейсера? Да это не твое дело. Но это немного странно, что девушка с Элизиума... Не думай о вещах, которых тебе никогда не понять. Давай поговорим о деле. Органонцы что-то задумали? Почему ты спрашиваешь? Слушай, никогда не везет в дела высших сфер. Ты никогда не поймешь, что происходит наверху, под твоей головой. Не говоря уже о том, чтобы на это повлиять. Даже не пытайся. Да, я бы многим людям сказал бы точно так же по отношению к политике относиться. Твоя невеста всегда была со странностями? Что? Что ты спрашиваешь? Неважно. Забудь. Ладно, давай предположим на секунду, что у твоей невесты что-то вроде сотрясения. Когда она ходит у нее трясется буфера, сотрясение. Вообще, да? Сотрясение? Ну, чисто гипотетическое предположение. Я залез с ней в кровать, и мы теперь сотрясаемся, да? Ты пожалеешь, если сделаешь с ней что-то. Мне нужно, чтобы ее мозг функционировал. Ты правда ее любишь, да? Чувак, зачем тебе нужно, чтобы ее мозг функционировал? Она тебя пилить там начнет. Зачем тебе это надо? Наоборот, пусть будешь дурить ей голову, там, типа. Шляться по бабам, потом говорите, что играл в гольф, например. Вы правда помолвлены? Боже, какая циничная шутка. Почему ты спрашиваешь? Не важно, забудь. Просто веду беседу. У твоей невесты случайно нет сестры? Почему ты спрашиваешь? Ну, просто подумал. Тебе нужно поменьше думать. Похоже, твоя глава для этого не предназначена. Вопросов больше нет. Ну и отлично. Может, тогда вернемся в делу? Конечно. А о чем мы там? Ты хотел выдвинуть требования. Что ты хочешь в обмен на мою невесту? Ну-ка. Ты по-прежнему не все мне рассказал? У меня на то были причины, но если ты настаиваешь... А, вопросов больше нет. Ну и отлично. Вернемся к делу, конечно. Да-да-да-да. Так. Я хочу, чтобы ты взял меня на Элизиум. Невозможно. Ну, такова моя цена. Или ты берешь меня на Элизиум, или... Слушай, я не могу взять тебя на Элизиум. Должно быть что-то еще, что тебе нужно. Эээ, деньги много денег. Ну-ка давай попробуем. Хе, деньги много денег. Это шантаж. Ну что ж, ладно. Сколько ты хочешь? Ммм, я не знаю. А сколько стоит билет на Элизиум? Не притворяйся дурачком. Элизиум не парк развлечений. Я знаю, слушай. Никакие деньги не помогут тебе купить билет на Элизиум. Ладно, тогда никакой сделки. Оставь себе свои грязные деньги. Оставлю, можешь поверить. Хорошо, хорошо. Один вопрос. Что такое парк развлечений? Какие потрясающие переговорчики. Почему они до сих пор не являются дипломатами каких-нибудь ведущих сверхдержав? Там, я не знаю. До какого хрена? Такие таланты пропадают зря. Я хочу попасть на Элизиум, а ничего больше. Но тогда ты ничего не получишь. Если твое решение окончательное, можешь отменять свадьбу. Погоди минуту, может есть способ. Я знал. Приведи-ка мне в гол. Встречаемся на нижней подъемной станции на берегу Ржавого моря завтра вечером. Я буду ждать наверху платформы. Ты сможешь туда добраться? Завтра вечером? Ну, не знаю, если... Я думал, ты хотел попасть на Элизиум. Или ты все-таки не нашел гол? Нашел, нашел. Ну, тогда договорились. Встретимся после заката. Конец связи. Погоди секунду. Я... Клитус? Ладно. Верхняя подъемная станция. Внизу. На... На... Нижняя подъемная станция. Наверху платформы. Ха. Расплюнуть для парня? Вроде меня. Элизиум, я иду. Мне кажется, ты способен только раз плюнуть, честно говоря. Вот в робота, например, в этого плюнуть. Было бы неплохо, он бы заржавел, было бы забавно. Так, отлично. Значит, мне нужно идти... Куда теперь? А я вот реально не помню, что дальше. А, Квензелю! Квензелю, по-моему, надо сгонять. Ну-ка. Нет, нет, не Квензелю. Зачем мне Квензелю? Бред какой-то. Мне надо сгонять... Гол! Точно! Блин, я... Ах, Квензелю это... Это потом, да. Такой небольшой спойлер. Потом надо будет Квензелю. На станцию, пожалуйста, проходим. Простыня. Но... Где Гол? Что за... Эй! Что ты делаешь, Гизмо? Ну ты сволочь дрещавая. Ты что творишь? Только посмотрите. Наконец проросудие восторжествует. Это что еще значит? Это я, Руфус. Я знаю. И поверь мне, разобраться в этом деле было не так-то просто. В деле твоих отсутствующих мозгов... Вот это подъебал. Нет, я говорю о серии преступлений, которые были совершены этим утром. С тех пор, как появилась эта девушка в нашем обществе, творилась смута, поджог, саботаж, неуважительное отношение к властям. Да ты ничего из этого не сможешь доказать, болван. Воровство! Я не виновен! Вот зачем он сейчас это сделал? Ладно, я перефразирую. Если я и повинен в каком-нибудь преступлении, то это преступление... Любовь, мое рождение, я бы сказал. Это преступление мое рождение. Все, что я делал, я делал для голода. Диана, кстати, она уже полностью пришла в себя? Нет, но ей требовалось больше места. Она у мистера Вензеля. Чего? У этой предательской жабы? Это нечестно. Я нашел элезианку? Я! Это был... Я! Прям еще пальцем себя в грудь так хорошенько побею кулаком. Ну или пальцем, чем-то удобно. Кто нашел элезианку? О, Вензель нашел. Это был Вензель. И никто другой. Извините, но кто вы такой? Меня зовут Аргус. Библиф Аргус. Органонская верховная администрация. О, верховные власти на моей станции? И надо было мне забыть почистить зубы. Чем могу помочь, Бейв? Я слышал, у вас сдержится элезианская девушка. Это общественные дела нашего города. Неужели интересно, что если Арганонский поисковый отряд сравняет ваш город с землей? Это тоже будет общественные дела? Не дай ему запугать тебя, Гизма. Девушка у мистера Вензель. Гизма нет. Вы найдете его дом под цистерной с водой, рядом с городскими воротами. Спасибо, инфектор. Вы спасли свой город от страданий. Крысеныш. По зубам видно, что крысеныш, по сути, он такой и есть. Да. Ты такой молодец. Заткнись. Ну что ты обосрался по дороге? Ты ходишь соответствующе, как будто это уже существует. Как ты там вы... Он туда пошел, вылез здесь. Каким хрен что-то телепортируется? Так. У чувака какие-то навыки, которых я не знаю. Так, что делаем? Дерево. Наконец-то оно пригодится. Берем и котика вон туда. Что это за звук? Чрезвычайное происшествие. Вот здесь, кстати, я не совсем понял, почему он сейчас перейдет в режим пожарника. Пожарный режим активирован. Пожарные гизма к вашим услугам. Что случилось? Где пожар? О, мистер пожарный. Мой котенок залез на дерево и боится слезать. А, ну да, пожарные же обычно снимают котов, да? Не волнуйтесь, я профессионал. Иди сюда, киска. Кис-кис. Гений, за работой. Ну, а, в принципе, логично. Обычно пожарные снимают там всяких кошек с деревьев. Да, в принципе. Наверное, пойдет. Хотя мог и полицейским это сделать. Идем в центр города и идем сразу не откладывая в дом Вензеля нашего. Милого дружка. Так. Вензель. Руфус. Что? Что ты тут делаешь? Что я тут делаю? Ха. Ты прекрасно знаешь, что я тут делаю. Где она? Руфус, дай я все объясню. Нет. Трусливый ты предатель. Это не то, что ты подумал. Это мы еще посмотрим. А! А! Донни? Ты? Ты что здесь делаешь? Я? Я не знаю. Наконец-то тебе нечего сказать. Даже не верить. Но мне плевать, что ты думаешь. Этому есть простое объяснение. Мы потрахались, да? Что? Фу, не, я не хочу знать. Я даже не помню, чтобы я спрашивала. Держите свои гадкие секреты при себе. Я просто хочу знать, где гол. Что еще за гол? О, так значит, твой маленький любовник мне рассказал о своей второй пассии. Пассии? Вензель, о чем это он говорит? И почему ты так одет? Ну, я подумал, что это лучше, чем голом ходить, да? И кто такая гол? Никто. Правда. Я футбол просто люблю смотреть. Гол, как бы, кричу иногда. То есть она даже не... Что она? Где она, Вензель? Я отнес ее в подвал. В подвал? Ну, вижу, вам двоим есть что обсудить. Развлекайтесь. Сейчас будут обсуждать. Ой, Вензель, а я реально думал, а ты смотрел футбол, когда ты кричал? О, гол, гол, да, а ты, оказывается, такой шалун. Ну, да, он ей скажет, ну ты-то вообще с этим бомжом обросшим встречалась. Чего мне нельзя, что ли, с Элизианкой? Прекрасная Элизианка, это... Я вообще, я так понимаю, Элизиум, это какое-то высшее общество где-то там наверху. Типа, VIP-пташка спустилась с небес, и вот они... Так, а где она? Стоп. А, да, дверца шкафчика. Отлично, открываем. Оп. Гол. Гол. Шкаф слишком мал. Слишком... Мал. Я знаю. Не волнуйся, я вытащу тебя отсюда. Ну, Вензель и сам слишком мал, поэтому у меня шкаф слишком... Откройте Торганонс! Но вы уже вошли! Никаких оправданий. У нас есть доказательства, что вы укрываете члена сопротивления в бегах. Руфус? Куда он на этот раз вляпался? Значит, вы сознаетесь преступлений? Никого мы не укрываем. Он сам сюда ворвался. Сами посмотрите, он внизу в подвале. О-о-о, надо соображать быстрее. А эта Тония, она, я смотрю, вообще не стесняшка. Ей насрать, то есть она готова... Биолокатор берем и вот так вот делаем. Готова голой стоять при всей депоне, наверное, да? Опа! Пошли! Вот как это произошло, я хрен его знает. Как оно так долетело, я понять не имею. Чего? Ну, не знаю чего. Все плохо, наверное. О-о-о! Сейчас рванет! Да. А, и все рванет вот там, да? Хорошо. Почему бы действительно и нет? Мне нравится лицо, с которым он бежит. О, пошла музыка, да, да. Я как-то про это и забыл совсем. Как спе-то в легендах, наш герой милосердный спас юную деву под ужасной судьбы. Не-не-не, чашка нужна. А, он оставил, блядь, с ней другими на хвосте свою деву вез предзакатные лучи. Не, не в тему, не в тему. Но девица герою отвесила фукси. Да, это было такое. Да, и случилось потому, что имплантант сломался в мозгу. Но в целом, кому? Какое дело? Хуза! Кому какое дело? Что такое хуза? Я не знаю. Типа хули, наверное, только на их депонистском наречии. Хе-хей, да. Ух, бравая песня. Я представлял себе, что у меня алкоголь, но так как я пиздюкну, я алкоголь не пью, поэтому я пью водичку. Так, тоже, в принципе, пойдет. Даже лучше, я бы сказал. Это у нас, значит, начинается какой-то второй этап, наверное. То есть каждый раз, когда мы будем конкретно продвигаться по сюжету, этот чувак будет заводить свою мелодию потрясающую. В принципе, не пью. За что мне? Знаешь, тебе и правда не мешало бы похудеть. А, да, и не говори. Эй, чем дальше, тем хуже. Где мы вообще? Эй, это же железная дорога старой шахты. Давным-давно по ней перевозили грузы на нижнюю подъемную станцию. Извини, крошка. Не принимай близко к сердцу. Теперь мне нужно что-то вроде вагонетки. И придумать, как запихнуть в нее голову. Вперед! Вперед, поехали. Так, сейчас будем потихонечку рассуждать. Ну, во-первых, нужно пойти сюда. Вот здесь вот я толком практически не разбирался. Но так как у меня на данном этапе... А-а-а! Да, он провалился. Это я видел, да. Это я уже видел. Поэтому я был готов. Он у нас опять в огне не горит, в воде не тонет, с высоты не падая не умирает. Ух ты, вот это было падение. К счастью, я свалился на какого-то беднягу, которому повезло куда меньше. вот только гляньте похоже мост обвалился но это неважно это не первый мост который рухнул сегодня по моей вине а гол а что мне теперь делать гол над хлам хорошо сейчас все будет практически в первый раз но учитывая что у нас абсолютно пустой инвентарь то есть сейчас будет ознакомительные я не знаю 10 минут геймплея пример заходим сюда так во первых пробел до смотрим чем можем использовать мы можем вот это использовать вот это и вот это дохранительный блок давай кран и этот старый джавый кран для погрузки тележек мне нужно быть гением чтобы видеть связь хорошо потому что у нас далеко не гений слава богу те ты этого на это способны не важно что ждет меня внутри я готов а что тебя ждет сгоревший предохранитель его уже не починить выброшу его реально выброшу да он его не взял действительно выбросил ну смотри я тут меня туда положить абсолютно нечего ну давай ничего понятно спускаемся вниз туда нужно будет вставить предохранитель меня предохранитель сейчас нет поэтому особо я вверх ну-ка чё за вверх стоп воронка эта штука загружает хлам в вагонетку когда она здесь девушка без сознания на другой стороне каньон и этот старый ржавый кран для погрузки тележек не нужно быть гением чтобы видеть связь согласен зачем я сейчас поднялся вот именно сюда на наверх вот вот это вот наверх она зачем тут можно по-моему вот сюда вот пойти в туннель да ладно идем в туннель и не паримся короче так рычаг смотри-ка кнопка в контрольный центр ага вот так вот да куча хлама какая-то меня сколько всего коробка стрелочного рычага ну-ка все еще чего-то не хватает да конечно моего интереса сюда нужно значит что-то пихануть на шахтерский мотоцикл ура карета для моей принцессы я буду сидеть тут а где будет сеть она готова так шахтерский мотоцикл я так понимаю пока не работает как и все ничего хватит уже ожидать повсюду высокого мастерства такому чуваку как ты лучше вообще ничего не ожидать ты ничего не достоин просто фара так замечательная что-то положил в инвентарь галогеновую лампочку как как галоген это правильно это уже большой плюс на самом деле куча хлама ну-ка возьми что-нибудь от меня хотел стать хламоискателем я бы остался в кулаке в особом в любом случае без особой причины я туда не полезу пути проводу ой кто это жавая труба жвачка немного зубной нити из этого выйдет отличный протез дом где дом где дом так чего ты там творишь и виски угляни не убийство а древний дедуля копающийся в хламе я могу спросить него дорогу проверить знает ли он давай заговорим док привет что о здравствуй кто ты такой почему ты спрашиваешь ты шпион органонсов что я нет меня зовут руку я конечно иногда могу показаться загадочным не опасным но да я пошутил руфус типичный ты быдлан да конечно ты не шпион раз ты так одет чего я док механик хламоискатель дилет запасных деталей и мозговой хирург я держу небольшой магазинчик на плавучем черном рынке ты наверняка слышал мою рекламу на городском радио что это там летит приборы автоматы починили дурки что-то летела сейчас приходите к доку да 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 его зовут руку да я знаю так что ты там по-моему от себя немножко прибавил да я и сам механик а коллега ну и отлично на чем ты сейчас работаешь грубо говоря над планом достичь элизи ох вы только гляньте взялся за невозможное не это нравится вот человек которого не остановит невозможность текущего задания точно тот кто сломает себе нос прежде чем признать что не может пробить кирпичную стену головой точно ты мне нравишься руфус всегда стремишься к солнцу и когда крылья начнут плавиться сделаешь солнечные очки из расплавленного воска а я очень крутой парень вообще так мне что он нас вроде бы и хвалит в то же время опускает я даже не знаю такие смутные чувства по поводу этого всего запазные детали и хирургия мозга что за странная комбинация ты так думаешь я всегда считал что обе профессии примерно в одном русле а ясно как гений и сумасшествие я приму это в качестве комплимента но ты прав что ты здесь делаешь она что похожа ты похож на вомбата который копается в мусоре и ищет еду еще запасные детали я сам знаю ну как нашел что не если знаешь чего хочешь то всегда достигнешь цели это девиз моей семьи а нет погоди девиз моей семьи достаточно знать как развести огонь рядом обязательно будут те кто умеет пользоваться огнетушителем это наверное и твой девиз чувак я думаю не только твоей семьи я вот что подумал если твой коллега столкнулся с проблемой правда чисто гипотетически механики не знают проблем только вызовы я тоже так думаю но механики помогают друг другу когда им брошен вызов несомненно это второе самое важное правило в кодексе механиков сразу после никогда не показывай пневмолоток своей жене механика если он не покажет тебе свой на очень близком расстоянии на важное правило ну ладно говори в чем сложность моя подружка слишком тяжелая не уже понесли вдвоем но у меня для тебя есть дельный совет правда да держись подальше от таких женщин все чего ты добьешься это боль в тазе спасибо чего нибудь еще блин чувак как бы чувак совершенно одинокий он тут сидит давным-давно и он как бы говорить не держись подальше от женщин горит что у меня будет боль в тазе при мне кажется что если я с тобой свяжусь боль в тазе будет у меня поэтому нет не сработает старый хрен например если не заводится шахтерский мотоцикл а ты протор жавы ведро вон там нет это моя девушка ты чё что с ним происходит ну он же уже немного а потом мотор замирает похоже что старый добрый параллельный стержень тормозного крыла снова инвертировался по горизонтальной оси внутри дарсальной рампы согласен параллельный стержень со мной такое вечно случается у меня правда не параллельная мягкий на другой не да радуйся там ничего серьезного это ерунда для нас механика да вообще конечно господи я просто хотел узнать еще одно мнение не ну правда как может быть два разных мнения на этот счет авиальный инвертер энергии тебе повезло у меня как раз есть один вот держи так ты чё там творить отлично как раз то что мы видим что такое помочь тебе его установить нет нет что за их глупость установить авиальный штуку я во сне смогу это сделать но я однажды сделал на следующее утро жена ушла от меня с пор я перестал спать на водяных кроватях что-нибудь еще мои подружки сломан имплантант в мозгу как у многих женщин груди в порядке в мозгу не очень тогда ты по адресу это судьба что наши пути пересеклись значит ты можешь его починить конечно могу отлично но боюсь не здесь достань его доставь его в мой магазинчик на плавучем черном рынке завтра завтра говоришь вот хлам это слишком поздно не не можно неделями жить с неисправным имплантантом без серьезных последствий моя жена умудрилась два года проходить с обгоревшим лобовым чипом два года да несла только какую-то чушь жаль что я даже не заметил что-нибудь еще так что еще все ничего с чем я бы не справился очень хорошо хочет чтобы работа была сделана сделай ее сам все своими руками так отсюда далеко до нижней подъемной станции нет совсем недалеко отлично она прям за этой горой хлам прекраснейший сразу за непроходимым лабиринтом из шахт отлично так а ну-ка похоже ты знаешь как обращаться с женщинами и не говори почему ты спрашиваешь ни хрена себе я думал сейчас еще чуть потрендим и все так как думаешь девушка девушка с элизиума может любиться кого-то вроде меня ох руфус я всегда говорю иметь дело женщины все равно что собирать инвертер тер энергии ты можешь установить навинчивающийся изолятор но не можешь доставить зажимной изолятор на кубическое а проще говоря не стоит у нашего детка наверное об этом он сейчас не пытался донести так короче забудь значит это же дамский угодник но надеюсь если он тебе помог вот про выпивку митец это что выпивка до лучший друг механик делает руку тверже и освобождает разум снимая задержку так что можно совать руки прямо вращающимся лезвиям а также дезинфицирующие обезболивающие средства хочешь гладь не на двоих хватит так 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 мне пора будь осторожен всегда на 2 очки и навести меня на плавучем черном рынке если больше не встретимся тут виски берем отлично так ты чё а он сразу бухает я говорил об одном гладке не обо всей бутылки подумаешь что же мне же говорилось что у меня герпес зачем ты вообще пил из моей бутылки я доктор помимо всего прочего я не могу позволить себе стать переносчиком вируса кто-то пойдет ко мне на операцию да кто немедленно вытри горлышко и тщательно ладно ладно а вытри горлышко и тщательно но чем я его вот у меня есть этот анальный инвертер а горлышко а я был нужно взять какое-то полотенце или что-то в этом роде ну ладно это уже следующий раз как обычно разберусь потом начну записывать без ну как не без а с минимальным количеством тупников если понравилось это видео подписывайтесь на канал оставляйте комментарии ставьте лайк кровать описание к ролику там исправились на депонию на кучу других игр ссылка на группу вконтакте вступайте в нее и всем счастливо всем удачи всем пока